Всем привет! Меня зовут Глеб, я вам сегодня буду рассказывать о мобиогенезии. Сначала всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и создать немного праздничного настроения. Еще я хочу подождать, пока мне запустят мою лекцию, и нужно эту паузу чем-то заполнить, и поэтому я говорю вам какие-то слова, на которые вы, по большому счету, можете не обращать внимания. Итак, сегодня мы продолжим разговор, который мы начали две недели назад, разговором об эволюции, разговором об авиогенезе. Прежде всего, хочу сказать, что в отличие от теории эволюции, теория авиогенеза не является вообще принятой научной теорией, и если две недели назад я всячески подчеркивал, что имеется очень широкий консенсус по поводу тех гипотез, о которых я рассказываю, большая часть того, о чем я буду рассказывать сегодня, хотя и являются научными исследованиями, но они не имеют широкого консенсуса и не являются общепризванными. Итак, об эволюции, наша лекция будет проходить так. Сначала мы обсудим ключевые понятия, которые будут использоваться в ходе нашего сегодняшнего разговора, остановимся на некоторых идеях, связанных с проблемой происхождения жизни, совершим исторический экскурс и определим, какие элементы целостной картины, появления жизни у нас есть, и каких не хватает, и в конце мы обсудим, чем можно заполнить пробелы, и какие многообещающие концепции могут заполнить недостающие элементы в будущем. Абиогенез — это теория, которая пытается объяснить происхождение жизни из нежизни. Это определение, с которым мы будем работать сегодня. И, естественно, если мы хотим использовать такое определение, то у нас сразу возникает вопрос, а что же такое, собственно, жизнь? В логике есть несколько способов давать определение понятиям. Самый крутой способ — это... Самый крутой способ — это определить сущность явления, то есть дать интенсиональное определение. Существуют следующие попытки дать сущность на определение жизни. Жизнь — это высшая форма организации материи. Или жизнь — это высшая форма существования материи. У меня эти попытки определения вызывают примерно вот такую реакцию. Ну, это вообще ни о чем. Это не выглядит для меня правильным ни в каком приближении. Существуют попытки определить жизнь через понятие клетка. Мы к этому еще немного позже вернемся, к вопросу о том, что в определенном смысле жизни вне клеток не существует. Но если мы попытаемся использовать такой подход и сводить жизнь только к клеточной жизни, то очевидно, что вопрос обеогенеза мы не можем решить, потому что клетки когда-то не существовали, а потом стали существовать. Это что? Волшебный момент появления жизни — это нам ничем не поможет. Наконец, существует очень интересный подход, связанный с тем, что мы определяем жизнь через способность к саморепликации. Это кажется очень многообещающим подходом, но на самом деле, как мне кажется, это нам ничего не дает. Существуют существа, которые мы признаем живыми и которые способны к вегетативному размножению. Какие-нибудь там медузы или морские звезды. Забудьте о медузах, морские звезды. Если я возьму этот листик, разорву его на две части, это будет похоже на деление. Является ли это доказательством того, что листик живой. Нет. Мы не ощущаем этот листик живым. Компьютерный вирус, который тоже способен размножаться, мы тоже не ощущаем как живым. То есть, по-видимому, мы признаем свойства жизни только за тем, что способны реплицироваться, и при этом репликанты тоже имеют свойства жизни. То есть, по-видимому, мы определяем жизнь через жизнь и репликацию, и это нам ничем не помогает. Мы находимся в порочном коге рассуждения. Окей, нам не удалось дать сущность на определение жизни. Возможно, нам удастся дать определение жизни через пример. Определение через пример называется экстенсиональным, и оно является валидным только в том случае, если мы перечисляем все объекты, обладающие определенным свойством. И, соответственно, или все объекты, не обладающие. Очевидно, что мы не можем перечислить все живые объекты, но, возможно, мы можем хотя бы указать какие-то предметы, которые точно являются и точно не являются. И хотя это не будет валидным определением с точки зрения логики, мы хотя бы получим некое интуитивное представление о том, что такое жизнь. Но даже с этим у нас возникают проблемы. Мы, безусловно, признаем свойства жизни зачем-то вот таким. Это котики, если кто-то не узнал. Если мы совершим нас с собой усилия и экстраполируем наше знание о котиках на бактерии, простейшие одноклеточные организмы, мы признаем, что бактерии живые. А как насчет вирусов? Вирусы проявляют свойства живого, только находясь внутри бактериальной клетки. Кроме вирусов существуют еще берионы, которые еще более примитивны, чем вирусы. Наконец, существуют прионы. Я не хочу подробно останавливаться на прионах, это отдельная большая тема. Но если краска, то белок — это последовательность именно кислот. Они как-то там собраны и нанизаны на цепочку, одна за другой. И для того, чтобы белок существовал и выполнял свою функцию правильно, он должен иметь определенную сложную пространственную структуру. Он должен быть свернут в какую-то подобную штуку. И тогда он будет делать то, что он должен делать. Если мы его свернем неправильно, он не будет ничего делать. Вот прион — это один из белков, который свернут неправильно. Причем он свернут неправильно таким образом, что он не просто не выполняет свою настоящую функцию, а еще и, встречаясь со свернутым правильно белком, он его пересворачивает неправильно, как он. В результате он ведет себя подобно возбудителю заболевания, подобно какой-нибудь бактерии или вирусу. Есть болезни, вызываемые прионами. И, в общем, он проявляет некоторые свойства жизни. В частности, он способен к репликации, к адаптации к условиям. «Готовы ли вы предоставить за таким существом характеристику жизни?» Не знаю, как у вас, у меня на этот вопрос возникают сомнения. Я не готов однозначно опекеть ни да, ни нет. Таким образом, даже неполное определение через неполное перечисление примеров мы не способны дать. И это, в общем-то, уже является провалом в нашей попытке объяснения биогенеза. И это проблема, с которой нам придется иметь дело дальше. Однако, вполне возможно, что именно это качество жизни, то, что ее границы размыты, и что мы не можем четко провести границу, что является живым, а что не является, является ее фундаментальным свойством. И, возможно, именно это поможет нам ответить на вопрос, на который мы пытаемся ответить сегодня. Но это только возможно. Поэтому сегодня я буду опираться, говоря о жизни, я буду опираться на наше противоречивое, интуитивное представление о том, что такое живое, то есть, в основном, вот на этого котика. Также мне хотелось бы обсудить некоторые идеи, которые часто возникают. Окей, простите, я забыл один блок. Все, что мы знаем о происхождении жизни и, в частности, об эволюции, говорит нам о том, что от клетки, будем считать, что тут нарисована бактериальная клетка, до человека, расстояние по сложности гораздо меньше, чем от условного камня, как метафоры не жизни, до этой самой клетки. На самом деле, вместо клетки вы можете использовать любую сущность, способную к репликации и конкуренции, потому что, как только у нас есть репликация и конкуренция, и у нас включились дарвиновские механизмы, у нас включился естественный отбор, и мы понимаем, как это усложняется дальше. Но когда мы пытаемся задать вопрос, а что же было до этого, откуда появился этот простейший репликатор, у нас появляется довольно серьезный зазор по сложности, который нам нечем заполнить, иначе, чем скачком, а то есть случайным каким-то одним событием. А скачок такой должен быть довольно большим, и потому довольно маловероятный. Теперь мне хотелось бы остановиться на некоторых идеях, которые часто возникают при разговоре о происхождении жизни. В первую очередь, существует антропный принцип. Антропный принцип говорит о том, что человек может наблюдать только такую вселенную, в которой мог появиться человек. Это очень мощный принцип, и он позволяет нам перейти от сколь угодно невероятного, сколько, прошу прощения, сколь угодно маловероятного, сколь угодно редкого по времени события появления человечества, к событию появления человечества, которое мы 100% наблюдаем. Потому что, грубо говоря, мы не наблюдаем все эти вселенные, в которых физические константы расположены, имеют такие значения, что человечество в них не способно породиться. Мы не наблюдаем вселенные во все те моменты, когда мы не существуем. Антропный принцип дает нам ответ на вопрос, почему невероятное становится наблюдаемым. Нам нужна какая-то изначальная малая вероятность, нам нужно что-то, чтобы все-таки жизнь могла появиться. Мы можем предъявить на этом месте очень малую вероятность, но нам нужно что-то предъявить. Поэтому на фундаментальный вопрос нам антропный принцип ответа не даст. Затем существует космическая теория происхождения жизни. Она существует в разных интерпретациях. Например, прилетели инопланетяне и создали человечество, и запустили эволюцию. Или какие-то протобактерии, протоаминокислоты прилетели на комете, на Землю. И мне кажется довольно очевидным, что эта теория тоже не дает ответа на вопрос о существовании жизни. Она могла бы дать ответ на вопрос о существовании жизни на Земле, но вопрос, откуда взялись эти инопланетяне, эти бактерии, эти аминокислоты, остается открытым. То есть в вселенском масштабе эта теория не отвечает на наш вопрос. Наконец, существует теория панспермия. Теория панспермия говорит о том, что жизнь никогда не зарождалась, жизнь существовала всегда, жизнь является фундаментальным свойством материи, говорить не о чем. Честно говоря, это звучит для меня как жульничество. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, мы предваряемся, что вопроса нет. В определенном смысле, эта теория обоснована. Я еще вернусь к этому, но в таком вот вульгарном понимании, как я сейчас сказал, она не дает нам ответа на вопрос. Кроме того, она не является фальсифицируемой. То есть мы не можем проверить гипотезу о том, что жизнь существовала всегда, потому что мы не можем совершить путешествия во времени. Теория, которая не является фальсифицируемой, должна быть отвергнута в науке. Да, и таким образом, если мы хотим дать какую-то альтернативу креационизму и появлению жизни по божественному велению, мы должны предъявить какой-то механизм, который превращает что-то, что мы считаем неживым, в что-то, что мы считаем живым. То есть мы должны предъявить механизм абиагенеза. И, кстати, еще Дарвин в одном из своих писем писал о том, что, возможно, жизнь когда-то зародилась в маленьком теплом пруду. Это было 300 с лишним лет назад. И давайте посмотрим, какие шаги к пониманию этого маленького теплого пруда мы совершили с тех пор. Итак, если мы говорим о том, откуда же появилась жизнь и каковы успехи науки на этом пути, то сначала наука, собственно, должна сформулировать такую задачу. Потому что это не интуитивный вопрос. Весь наш практический опыт говорит о том, что жизнь существовала всегда. Мы все свое наблюдаемое время были окружены жизнью. И на то, чтобы вообще задаться этим вопросом, требуется определенное интеллектуальное усилие. Вот этот вот парень с классной прической, которого зовут Франшеско Рейдю, в 1668 году опроверг по очень популярной в то время теории о том, что мухи появляются из мяса. Ну, это же логично. Ты оставляешь где-то мясо, и через какое-то время ты обнаруживаешь там. Очевидно, что мухи появляются из мяса. Он взял кусок мяса, накрыл его крышкой и обнаружил, что даже за длительное время мухи там не появились. В общем-то, довольно неплохо для 17 века. И за 30 лет до этого сожгли Джордана Бруно. Ну, блин, она были тяжелые. В 1860 году Луи Пастер, как видите, инвизиция уже не была, и он позволит себе одеваться более стильно. Он опроверг популярную в то время концепцию жизненной силы. Луи Пастер занимался сугубо практическими вещами, он хотел бороться с микробами. А чтобы бороться с микробами, нужно доказать, что это вообще имеет какой-то смысл. Что не существует никакой жизненной силы, которая просто создает микробы всегда и везде. И что таким образом их можно победить. Он кипятил питательный раствор, даже изолировал его от внешней среды, и обнаруживал, что непрокипяченный раствор протухает, там заводятся микробы, прокипяченный не протухает, с микробами можно бороться, жизненной силы нет. Значит, жизнь откуда-то появилась. Это важный шаг на нашем пути. После этого я хочу рассказать о двух русских ученых, которые сделали большой вклад в проблемы, о которой мы говорим. В 1861 году Александр Бутлеров, на самом деле, возможно, это была не первая из подобных реакций, было много подобных работ в то время. Но факт в том, что ему удалось получить органические и химические соединения из неорганических. И таким образом он доказал, что никакой фундаментальной разницы между ними нету, и никакой непробиваемой стены между миром неорганической химии и миром органической химии не существует. Наконец, 1924 год, Александр Апарин, самый известный ученый в этой области, выдвинул свою знаменитую концепцию, которую вы наверняка слышали в школе. Это концепция первичного бульона, которая сводится к тому, что вот когда-то у нас была такая себе протоземля, там лапали какие-то сложные химические соединения, и они все усложнялись, и из них появилась жизнь. Это общее понимание его концепции. Он также поставил очень интересный эксперимент с каоцеркватными каплями. В ходе этого эксперимента он показал, что в растворах высокомолекулярных соединений спонтанно возникают места их повышенной концентрации, то есть те самые каоцеркватные капли. Каоцеркватные капли способны ограничивать себя от внешнего мира, то есть они устраивают внутри себя какую-то структуру, которая позволяет им до определенной степени сопротивляться внешнему миру. Они способны структурировать раствор вокруг себя, они способны расти, они способны делиться. Достаточно неплохо эта капля. Хотя, конечно, до жизни все еще далеко. Самый известный эксперимент в этой области, это эксперимент Миллера и Юри, проведенный в 1953 году. В ходе этого эксперимента они пропускали электрические разряды, которыми они имитировали молнии, через смесь газов, которую вулканологи считают соответствующей составу атмосферы первобытной Земли. И в результате этого эксперимента им удалось получить целые аминокислоты. То есть им удалось получить строительные блоки белка и некоторые другие интересные соединения. То есть им удалось из неорганических соединений, причем из очень простых, как вы можете видеть, синтезировать целые аминокислоты. Очень круто. Наконец, в 1965 году Сидни Вальтер Фокс, на основе их эксперимента, расширив его, добавив туда некоторые новые вещества, добавив жидкую воду и добавив термоэлементы, то есть нагревая некоторые части системы, смел получить короткие, нестабильные, но все-таки цепочки аминокислот, то есть прообразы современных белков. Кроме того, он обнаружил, что такие цепочки склонны слипаться в структуры, которые он назвал микросферами. Микросферы — это такие продвинутые как циркватные капли, они тоже окружают себя осматической оболочкой, они способны защищаться от воздействия внешнего мира, ну и, в общем, они тоже достаточно похожи на какую-то пражизнь. По большому счету, это все мейнстримные успехи науки, которые есть к настоящему моменту, и то, что последние даты 50 лет назад наводит на печальные мысли. Таким образом, какие же проблемы остаются нерешенными? Во-первых, у нас до сих пор нет никакого целостного механизма, откуда же, собственно, появились макромолекулы. Под макромолекулами мы понимаем, в первую очередь, ДНК и белки. То есть это самые сложные молекулы, которые есть в живых существах, согласно текущим представлениям, и мы все еще не понимаем, откуда они взялись. У нас есть некоторые наработки, но мы не готовы сказать, что смешайте в продирке вот это, потрясите, и у вас получится ДНК. Этого, к сожалению, нет. Но даже если бы у нас была возможность получить неорганическим способом ДНК и белки, этого все равно было бы недостаточно, потому что между ДНК и белками, и целостной клеткой, которая является самой простой сущностью, за которой мы точно признаем свойство жизни, лежит огромная пропасть по сложности. И, что хуже всего, не видно никакого промежуточного островка в этой пропасти, на котором можно было бы остановиться. Кажется, что эту пропасть нужно преодолевать одним махом. Все доклеточные формы жизни, или, возможно, не совсем жизни, вирусы, прионы, о которых я говорил раньше, вирионы, они являются паразитами. То есть они могут существовать только до тех пор, пока они паразитируют на какой-то клетке. Если у нас нет клеток, мы не вправе предполагать существование вируса, потому что и не на чем паразитировать. Возможно, мы могли бы предположить, что их нету сейчас, но они были когда-то. Но, к сожалению, с этим предположением есть другая проблема, потому что те существа, которые не имеют клеточной мембраны, то есть доклеточные формы жизни, по определению не откладываются в палеонтологическую летопись. Мы не способны выкопать их останки, и мы, в принципе, не способны подтвердить то, что они когда-то существовали. Таким образом, гипотеза о том, что они когда-то были, а теперь их нету, это непроверяемая, непальсифицируемая гипотеза, которая, к сожалению, может быть признана научной, и мы не можем на нее опираться. Есть еще очень интересная проблема, связанная с ДНК и белками. Я к сожалению говорю ДНК-белки, ДНК-белки, буду говорить о даром сегодня еще, это самые сложные строительные блоки наших тел. Дело в том, что ДНК кодирует белок. Последовательность оснований в ДНК соответствует последовательности аминокислоты, из которой состоит белок. Чтобы появился белок, нужна ДНК. Но чтобы реплицировалась ДНК, нужны белковые ферменты. То есть мы имеем проблему курицы и яйца, чтобы иметь ДНК нам нужен белок, чтобы иметь белок нам нужна ДНК. Откуда появились ДНК и белок? Непонятно. Наконец, существует феномен хиральной чистоты. Хиральная чистота... Для начала, что такое хиральность? Если у нас есть какая-то молекула, которая имеет пространственную структуру, то она может иметь зеркальное отражение. Если, например, это моя ладонь, представить, что это одна молекула, и это какие-то атомы, то вот эта моя рука будет ее хиральным антиподом. И дело в том, что никакими перемещениями этих рук в пространстве я не могу их совместить, потому что они являются зеркальными отражениями друг друга. То же самое происходит и с молекулами, обладающими свойством хиральности. То есть они могут быть так называемые правовращающие и левовращающие. Почти все физические свойства у них одинаковые, они только по-разному реагируют на поляризованный свет. Все их химические свойства одинаковы, когда они не взаимодействуют с другими хиральными веществами. Но в то же время вся жизнь, которую мы наблюдаем на планете Земля сейчас, обладает феноменом хиральной чистоты. То есть у нас есть только левозакрученные аминокислоты и только правозакрученные сахара. В то время как любые попытки синтеза белков и сахаров дают смесь правовращающих и левовращающих элементов, и в частности это является проблемой при производстве еды, потому что, получается, мы способны производить белок для еды неорганическим способом, но половина нашего выхода является мусором, потому что мы не можем правовращающие аминокислоты принимать в пищу. Вот такие, в общем, дела. Целостной картины нету, имеются очень серьезные проблемы. И таким образом это объясняет, почему абиогенез является непризнанной теорией, потому что слишком много пробелов и неизвестного. В то же время есть некоторые концепции, которые мне кажутся очень многообещающими для того, чтобы заполнить эти пробелы и, в конце концов, дать ответ на загадку существования жизни. И я хотел бы вам вкратце рассказать о некоторых таких концепциях. Мне придется немного отвлечься и поговорить о физике, а точнее о термодинамике. Существует такая физическая величина, как энергия. Нам нужна энергия. С помощью энергии мы делаем разные крутые штуки. Мы обогреваем наши жилища, мы их освещаем, мы питаем ею разные машины, которые делают разные штуки для нас. В конце концов, мы принимаем энергию внутри себя, в виде еды. Нам нужна энергия. И хорошо бы ее просто взять и откуда-то получить, произвести энергию из ничего. К сожалению, сделать это невозможно. Существует первый закон термодинамики, который прямо запрещает нам это делать. Мы не можем получить энергию из ниоткуда. Энергия не появляется и не исчезает. Мы ее способны только перевести из одного агрегатного состояния в другое. Это довольно печально. Возможно, мы могли бы, вместо того, чтобы получить энергию из ниоткуда, забрать всю энергию из какого-то объекта. Потому что забрать всю энергию из объекта, это на самом деле охладить его до абсолютного нуля. Минус 273 градуса. Но при этом получим очень много энергии. Она бы нам пригодилась. А объект мы можем выкинуть куда-нибудь в далекий космос. У нас есть много других объектов, с которыми мы потом могли бы проделывать ту же процедуру. К сожалению, этого мы сделать тоже не можем. Существует второе начало термодинамики, которое нам это запрещает. Дело в том, что если бы мы провели тепло от более холодного тела к более горячему, мы бы уменьшили степень неупорядоченности системы, мы бы уменьшили энтропию. Устройство, которое уменьшает энтропию, называется вечный двигатель второго рода. И второе начало термодинамики запрещает нам его создать. Более того, оно создает нам дополнительную проблему с тепловой смертью Вселенной. Потому что если энтропия только возрастает, однажды энтропия станет такова, что все вещество равномерно размажется по Вселенной, и его температура будет немного выше температуры абсолютного нуля, и ничего интересного больше происходить не будет. В общем, у нас проблем прибавилось, а не убавилось. Но возможно, мы могли бы проделать такой фокус, который мы пытались проделать с энергией, с энтропией. Окей, мы не способны уничтожить энтропию как таковую, мы не способны глобально ее понизить. Возможно, мы могли бы вытеснить энтропию, которая нам мешает, куда-то, где нам неинтересно, чтобы там, где нам интересно, энтропия уменьшалась локально. К счастью, этого нам физика сделать и запрещает. Более того, похоже, что физика устроена именно таким образом, что это происходит само собой. И, кстати, если мы говорим о законах термодинамики, то первый закон, закон сохранения энергии, по всей видимости, является фундаментальным. Мы, это довольно неудобно, но мы его не способны ни к чему свести. Это просто так. Второй закон физики, закон неубывания энтропии, является статистическим. Потому что суть понятия энтропии такова, что возможных ситуаций с большей энтропией больше, чем возможных ситуаций с меньшей. И вероятность того, что мы придем в ситуацию с большей энтропией, больше, чем что мы придем в ситуацию с меньшей. Таким образом, второй закон термодинамики можно перефразировать так, что обычно события развиваются наиболее вероятным образом. То есть, по сути, превратить его в тавтологию. Однако, как я уже говорил, локальная энтропия может убывать, и более того, похоже, что под влиянием глобального возрастания энтропии, то есть под влиянием глобального рассеивания энергии. Именно это происходит само собой, и системы, именно под влиянием того, что они рассеивают энергию, структурируются все сложнее и сложнее. И в области чистой физики я хотел бы привести вам один простой пример, известный как неустойчивость бинара. Суть в том, что если мы нагреваем небольшой тонкий слой вязкой жидкости, то пока мы его нагреваем медленно, тепло просто рассеивается равномерно с помощью теплопередачи. Но как только интенсивность подводы энергии становится больше, чем определенное значение, жидкость структурируется вот в такие вот так называемые ячейки бинара, в которых происходит конвекция по кругу. И мы видим, что именно за счет того, что система рассеивает энергию, в ней появляется какая-то сложность. Она усложняется и таким образом локально понижает свою энтропию. Это очень похоже на то, что делает жизнь. То есть, возможно, эта теория Панстермия, что жизнь является фундаментальным свойством материи, в таком смысле является правильной. Просто жизнь — это совсем не то, что мы привыкли думать. Это не просто котик, это что-то гораздо более глубокое и фундаментальное. И если мы распатриваем жизнь на планете Земля, то очевидно, что мы рассеиваем энергию Солнца. Мы ее получаем из космоса, мы ее тратим и рассеиваем, но за счет того, что мы задерживаем часть ее в себе, нам удается временно, пока горит наше Солнце, обрести внутри себя какую-то сложность. Что нам способна предложить химия? Химия способна нам предложить автокаталитические реакции. Автокаталитические реакции — это такие реакции, которые катализуются, то есть ускоряются одним из собственных продуктов. В телах живых существ очень много автокаталитических реакций, потому что, очевидно, естественный отбор им благоприятствует. Кроме того, в 1958 году было открыто, что за счет конкуренции автокаталитических реакций самими собой, разных вариантов одной и той же реакции, происходит самосовершенствование катализаторов. Если мы усложним нашу систему и найдем цикл автокаталитических реакций, которые вызывают друг друга, то есть у нас есть какая-то колба, в которой лежит множество веществ и одновременно проходит множество реакций, и при этом продукты одних реакций катализуют другие, другие катализуют третьи, третьи катализуют четверти, то мы получим так называемый гиперцикл. На гиперциклах основана вот такая вот, такой вот феномен, как вы видите на этой картинке, это химические часы, то есть раствор превращается из красного в синий, потом опять в красный, потом опять в синий, и за счет того, что система циклична, она способна противостоять изменениям. То есть если произошло какое-то случайное событие, которое сделало систему чуть более синий, оно не просто, грубо говоря, разбило и поломало ее, оно просто сдвинуло ее в другую фазу цикла, а из другой фазы цикла система способна продолжать цикл дальше. На этих картинках вы видите реакцию, одну из самых известных реакций, такого рода реакцию Белоусова-Жебетинского, которая проходит сейчас в чашке Петри, и вы видите, что вот эти красные и белые полосы, это просто разные области вещества, в которых реакция находится в разной фазе. Гиперциклы, как явление, обладают некоторыми свойствами, которые мы хотели бы обнаружить у жизни. Они способны сопротивляться внешним изменениям, они способны встраивать в себя новые элементы и усложняться таким образом, они конкурируют друг с другом за вещество и энергию, и самое главное, они сохраняют и передают информацию. Информации в данном случае нужно понимать конкретные реакции, которые в ней проходят. Наконец, какие потенциально важные идеи нам способна предложить биология? Томас Чек в 1989 году получил Нобелевскую премию за то, что он открыл каталитические способности РНК. Я, к сожалению, не имею времени рассказать вам подробно об РНК, но согласно современным представлениям, РНК это такая примитивная ДНК. Если очень-очень-очень упрощать. Так вот, оказалось, что РНК не только способна, подобно ДНК, кодировать белок, она еще и способна быть ферментом, то есть она способна ускорять реакции, то есть способна быть катализатором. Таким образом, из мира, где есть только РНК, может появиться и ДНК, и белок. Это сугубо гипотетическая концепция, у нас нет никаких экспериментальных доказательств ее, но в то же время она снимает один из вопросов, который я писал, вопрос курицы и яйца между ДНК и белками. И, кстати, если считать, что это действительно так, и что мир РНК когда-то существовал, на этом месте мы должны вернуться к космической гипотезе, потому что вполне возможно, что космическая гипотеза все-таки является истиной, и что когда-то на Землю прилетела какая-то комета, в которой под влиянием космического излучения на ней была прото-РНК, и на ней была львоза, и из нее появилась вся жизнь на Земле. Кроме мира РНК есть еще несколько гипотетических концепций миров. Это мир ароматических углеводородов, основанный на бензольных кольцах, мир, в котором протобиологические процессы происходили на сульфате железа, то есть мир железа и серы, цинковый мир, и мир, который предполагает, что до РНК формы протожизни имели структуру, подобную же А. Я не буду останавливаться на этих мирах подробно. Но все эти теории имеют статус научных, то есть они рецензированы и опубликованы в серьезных журналах, но в то же время никто из авторов этих концепций пока не получил Нобелевской премии, и мы можем к ним относиться несколько снисходительно. Я больше не расскажу вам никаких интересных фактов в ходе этой лекции, и на самом деле лекция почти закончилась, но я хочу, чтобы вы еще раз подумали о том, что вы сегодня услышали. Я не дал вам целостной картины о биогенезах, откуда появилась жизнь, потому что этой картины нет, и этот вопрос не решен. Но в то же время я хочу, чтобы вы подумали и ощутили, насколько прекрасна и сложна Вселенная, и насколько ее фундаментальные законы бесконечно разнообразны и бесконечно прекрасны в своих проявлениях. и насколько хаотичная и случайная природа Вселенной на самом деле сложна и прекрасна, и что хаос — это больше, чем просто ничто и неупорядочность. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.